Мы настолько привыкли праздновать день своего рождения, что кажется, будто эта традиция существовала всегда. Хотя это далеко не так. Первыми этот праздник начали отмечаться в Древнем Египте, а позднее в Ассирии. Но он касался только людей выдающихся, фараонов, царей, а также их наследников по мужской линии. Первые письменные свидетельства о праздновании дней рождения египетских фараонов относятся примерно к 3000 году до нашей эры. В эти дни во дворцах устраивали пиры, в которых помимо знати принимали участие даже рабы и слуги. Нередко по случаю дня рождения фараона из тюрьмы пускали заключенных. Что же касается женщин, то долгое время их дни рождения не только не отмечали, но даже и не записывали. Насколько известно, первой женщиной, которая удостоилась этой чести, была Клеопатра. Что же касалось простых смертных, то такой привилегией пользовался только глава семьи, муж и отец. С распространением христианства традиция отмечать чьи-либо дни рождения исчезла. Ранее христиане рассматривали мир как место скорби и считали, что радостное событие для человека не рождение, а его смерть. Кроме того, языческие традиции церковью не поощрялись. Однако постепенно ее позиция смягчилась и к 12 веку приходские священники завели книги регистрации людей, куда заносились самые важные даты их жизни. Тогда в семьях и начали отмечать дни рождения не только взрослых мужчин, но также женщин и детей. Первой страной, в которой детский день рождения был настоящим ритуалом, стала Германия. Ребенка на заре будили песнями и подносили ему пирог со свечами, которые до самого вечера меняли по мере их сгорания. А сам пирог съедали во время ужина в кругу семьи. Именинник загадывал желание и задувал свечи. А чтобы желание сбылось, надо было держать его втайне, а все свечи задуть одним выдохом. Только после этой церемонии пирог делили между всеми собравшимися. Свечей на нем было столько же, сколько лет виновнику торжества, плюс одна свеча, которая символизировала сам момент рождения. Подарки на день рождения приносил гном. Персонаж, который сохранялся в немецком фольклоре вплоть до начала 20 века. В России же в 18 веке начали отмечать именины, день святого, в честь которого был назван человек. Накануне варили пиво, пекли каравай и пели про него песню. Именины членов императорской фамилии церковных иерархов назывались тезоимеництвами. Отмечались они с особой пышностью, а на улицах и площадях щедро угощали всех желающих. Известно, что на именины Елизаветы Петровны было потрачено столько денег, что на них можно было построить три шикарных дворца с обстановкой. А фактические дни рождения в России стали праздновать только в 19 веке, да и то лишь среди высшего сословия. Ни православной, ни в католической традиции праздновать день рождения было не принято. Католики отмечали только дни рождения святых, православные, Рождество Христа, Иоанна Крестителя и Богородица. А вот протестанты отмечали дни рождения и простых смертных. В послереволюционной России именины праздновать запрети. Даже муха-цокотуха Корнея Чуковского в 20-е годы попала под запрет за свои именины. Сегодня популярность именин возвращается. Хотя день рождения по-прежнему остается любимым личным праздником каждого из нас.